По техническому паспорту является подвальник. То есть необходимо выходы, чтобы были аварийные. Директор Березовской спортивной школы Лидия Вдовкина показывает помещение, где до недавнего времени был спортзал в селе Зыково. Теперь он закрыт. Администрация района планировала сдать это здание частным лицам. Но около 300 жителей обратились к депутату Госдумы Юрию Швыткину с просьбой помочь. Этот спортзал является единственным местом для занятия спортом. Он работал 40 лет и за это время здесь выросли несколько поколений спортсменов. Среди них и мастера спорта, и чемпионы мира. Швыткин решил вмешаться в ситуацию и выехал на место, чтобы встретиться с местными чиновниками и активистами. Директор Березовской спортшколы Лидия Вдовкина заявила, что возмущение людей понимает, но утверждает, что заниматься в таком помещении просто небезопасно. Нельзя проводить образовательную деятельность там. И необходим обязательно контроль, чтобы был тренер-преподаватель, который будет следить за техникой безопасности, проводить инструктажи, те же самые по технике безопасности, как действовать в чрезвычайных ситуациях и при возникновении ее. Депутат Зыковского сельсовета Александр Рыженко сам когда-то тренировал здесь детей. Он мастер спорта по пауэрлифтингу. Говорит, люди готовы к диалогу, но в планах у местных властей отдать спортзал бизнесменам. Если мы не будем к диалогу готовы, значит у нас здесь ничего не будет. Понимаете, они перевернут все свое и все это уйдет. Просто почему мы и стали на это, население стало, потому что забирают, потому что здесь больше ничего нет. Который единственный спорт, который здесь существует 40 лет. Думаю, что Швыткин должен помочь. В итоге, в ходе обсуждений, чиновники и жители пришли к двум вариантам решения вопроса. У каждого есть свои плюсы и минусы, но главное, каждый из них направлен на обеспечение потребностей жителей. Юрий Швыткин говорит, точку в этом вопросе в любом случае будут ставить люди. На мой взгляд, мы нашли некоторые приемлемые варианты, которые позволят сегодня обеспечить соблюдение закона и, безусловно, обеспечить запросы востребованности населения, занятия спортом, данным видом спорта, другим видом спорта. Мы сейчас поурительники говорим. Очень хорошо, что разговор был в взаимодействии с общественностью, общественный разговор. Сейчас в селе планируют открыть новый тренажерный зал. Для этого выделят нормальное помещение, уже закупили новое оборудование и инвентарь, а также разместили вакансию тренера. При этом заниматься в спортзале можно будет бесплатно. Продолжение следует... Продолжение следует...